Добрый день! В этом видео мы расскажем вам один элементарный способ, как отбиться от коллекторов. При заключении кредитного договора в анкете на получение кредитной карты или кредита, вы всегда даете свое согласие на обработку персональных данных. В том числе сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение информации и тому подобное. В том числе вы даете согласие на передачу этой информации коллекторам в случае необходимости взыскания долга. Как правило, такое согласие действует примерно лет 7. Если вы его не отзовете, то оно еще раз пролонгируется на 7 лет и так до бесконечности. На практике банки передают коллекторам следующую информацию. Федеральным законом о персональных данных предусмотрено, что согласие на обработку персональных данных может быть отозвано. В случае отзыва с субъектом персональных данных в согласии на обработку его персональных данных, оператор, в нашем случае банк, обязан прекратить их обработку в срок, не превышающий 30 дней с даты поступления указанного отзыва. Но банк не прекратит использование персональных данных на том основании, что между вами заключен договор и использование ваших персональных данных необходимо для надлежащего выполнения этого договора. И такое право им дано федеральным законом о персональных данных. Но банк после этого не вправе передавать никому ваши персональные данные, ни коллекторам, ни колл-центрам. Только сотрудники банка могут обрабатывать ваши персональные данные. То есть, для того, чтобы отделаться от коллекторов, вам надо направить в банк по почте с уведомлением о вручении заявление, что вы на основании пункта 2 статьи 9 закона о персональных данных отзываете свое согласие на обработку персональных данных и просите банк истребовать переданные им третьим лицам ваши персональные данные. Второе письмо направьте к коллекторам, где напишите, что вы направили в банк заявление об отзыве своего согласия на обработку персональных данных и просите коллекторов перестать использовать без разрешения ваши персональные данные. Для вашего удобства мы разработали образцы таких заявлений и приложили в описании и комментарии к этому видео. Вам достаточно просто вписать свои данные и данные банка. Обязательно сохраните почтовое уведомление, что банк и коллекторы получили письмо от вас. После этого подождите месяц. Если по истечении месяца вам продолжат приходить смс и будут поступать звонки от коллекторов, то смело пишите заявление на коллекторов и банк в прокуратуру и в федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. В заявлении напишите, что вы отозвали у банка разрешение на обработку персональных данных, а банк ваши персональные данные передал третьим лицам и они их продолжают обрабатывать. После моего рассказа вам, конечно, может показаться, что все это полная глупость и такой прием работать не будет, и коллекторы все равно будут вас доставать. В подтверждение моих слов могу вам рассказать вот это дело. Весь описанный нами алгоритм действий выполнила неизвестная нам героиня из Екатеринбурга. Она написала заявление в банк Росгострах, что отзывает свое согласие на обработку персональных данных. Банк ее просьбу, естественно, проигнорировал и коллекторы продолжили взыскивать с нее долг. Она обратилась в прокуратуру и прокуратура уже обратилась в суд. В суде вина банка Росгострах была доказана и он был оштрафован на 7000 рублей. И после этого банк сразу отозвал у коллекторов долг нашей героини и они от нее отстали. У меня к вам просьба, чтобы максимальное количество людей узнало про такую простую возможность отделаться от коллекторов, поставьте, пожалуйста, под этим видео лайк и напишите любой комментарий. Чем больше будет лайков и комментариев, тем больше YouTube будет рекомендовать зрителям для просмотра. Да, и подписывайтесь на наш канал, мы выпустим еще много аналогичных видео.